Бывший зять президента Казахстана и бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев покончил с собой. Тело 52-летнего Алиева нашли сегодня утром в одиночной камере венской тюрьмы. Он повесился в ванной комнате. МИД Австрии к этому часу днём официально объявил, что речь идёт именно о самоубийстве. В то же время адвокат Алиева Манфред Айндетер сказал, что не верит самоубийству своего клиента. Политолог и эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов в эфире «Дождя» высказал мнение, что будет как со смертью Березовского. Будут и сомнения, но правду вряд ли удастся выяснить. Она мне напоминает историю, конечно, с так называемым самоубийством Бориса Березовского. Это очевидно, это на первый взгляд, оно всё кажется. И сразу забегая вперёд, отвечу на вопрос, на мой взгляд, никогда мы не узнаем правду об обстоятельствах этой смерти. Мне так кажется. Бывший зять президента Казахстана был осуждён у себя на родине в 2008 году. Не на один десяток лет тюрьмы, в том числе по обвинению в измене родины и подготовке госпереворота, приговоры судов были вынесены заочно, поскольку Алиев успел скрыться за рубежом. МИД Казахстана сегодня высказал полное доверие австрийским властям в плане расследования случившегося. А президент Казахстана на публичных заявлений не делал, но Султан Назарбаев, я смотрю по лентам информагентств, проводил заседание Совета безопасности, сменил главу службы внешней разведки. Можно это как-то связывать, но с другой стороны выглядит так, словно он занимался обычной президентской рутиной работой. Более 20 лет, между тем, старшая дочь Назарбаева Дорига была замужем за вот этим человеком, за Рахатом Алиевым. И трое внуков Назарбаева — это дети Рахата Алиева. Младшая девочка Венеры развилась в 2000 году. Семь лет спустя, в мае 2007 года, в Казахстане против Алиева было возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении бывших тленов правления Нурбанка. В ночь на 12 июня того же года появилась информация, что без согласия Алиева их брак с Назарбаевой был расторгнут. К моменту начала судебного процесса Алиев перебрался в Австрию, попросил политического убежища. Через несколько лет после завершения судебного процесса в предгорной части пригорода Алматы нашли тела в бочках, тела сильно изуродованные, с явными следами пыток. Следственные органы выдвинули версию, что это трупы Жалдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, в похищении которых обвинялся Алиев. Уже будучи в Вене, в 2009 году Рахат Алиев выпустил книгу под названием «Крестный тесть». Власти Казахстана объявили, что книга содержит сведения, поручащие президента страны и разглашающие государственные секреты. Книга имеется в свободном доступе в интернете, там одни названия главчего стоят. Если бы я был Нур-Султан, я бы имел трех жен, одна из глав. Человек, который украл выборы, следующая глава. Как Назарбаев первый миллион заработал, как все начиналось, скобочка, первые взятки президента, ну и так далее. На связи со студией «Дождя» сейчас Питер Замайев, директор Американской МПО «Евразийско-демократическая инициатива», который делом Алиева занимался с момента, когда тот был заочно осужден. И в итоге, скорее, насколько я понимаю, мой собеседник примкнул к стану противников Рахата Алиева. Не так ли, Питер? Добрый вечер. Да, здравствуйте. Дело в том, что еще с конца 90-х годов, когда я работал в Международной лиге прав человека в Нью-Йорке, ко мне пришли группа жертв Рахата Алиева, в частности, это был бывший премьер-министр Казахстана Кожигедлил и его телохранители Петр Афанасенко и Саджан Ибраев, которые попросили нашу организацию помочь им в деле пыток, которые использовал лично Рахата Алиев против этих двух человек. И буквально вскоре после их визита наша организация действительно помогла им в этом деле. Мы озвучили эту тему, мы написали письма протеста на имя президента Назарбаева, мы послали письма соответствующие в Госдепартамент США. К этой кампании также подключились в свое время Химон Райтс и другие ведущие международные организации, которые признали политически мотивированным преследование этой группы людей. Вы верите в версию самоубийства, что бывший Зайд Назарбаева покончил с собой в тюрьме? Знаете, да, я верю. Дело в том, что Рахат Алиев многие годы убегал от европейского правосудия. Он тратил десятки миллионов долларов на адвокатов, которые помогали ему избегать наказания. Как, например, в Австрии, где его адвокатом был нынешний министр юстиции Австрии Вольган Бранштеттер. Он спортировал футбольные клубы, он вводил дружбу с известными политиками, он стремился вкладывать деньги в бизнес вместе с влиятельными бизнесменами. Благодаря этому он надеялся заручиться иммунитетом от уголовного преследования за все эти преступления, в которых он обвинялся, в том числе убийства, пытки, рэкет и отмывание денег. Жертвы Алиева, однако, не спали. И, в частности, я говорю о бывшем премьер-министре Кожигердине и его телохранителях, которых он лично пытал в конце 90-х годов. И дела по предкам этих людей, а также дела по убийствам двух банкиров рассматривались судами нескольких стран, в которых Алиев пытался спрятаться, в том числе на Мальте и в Австрии. И также были запущены и продолжают идти расследования об отмывании денег на сотни миллионов долларов в ряде европейских юрисдикций, таких как Франция, Германия и Греция, в ходе которых были заморожены многомиллионные счета, принадлежащие ему и его нынешней жене Эльнаре Шорас. То есть, в конце концов, круг замкнулся. И где-то в мае прошлого года произошло, когда Алиев вынужден был после всех своих мытарств по разным странам Европы вернуться в Австрию и сдаться правосудию. Венский суд по обвинению в убийстве банкиров должен был состояться и уже был назначен на 11 апреля этого года. Кроме этого, были допрошены телохранители, о которых я рассказывал. И даже если бы он был бы оправдан в результате этого суда по убийствам, то ему светил бы суд по пыткам, где он мог бы быть осужден на 5 лет заключения. То есть, когда стало понятно, что все ходы и выходы у него заблокированы, от ответственности ему не уйти, он принял свое вот такое решение. Спасибо. Питер Азамайев, директор НПО Евразийской демократической инициативы, был на связи с нами из Нью-Йорка. А я продолжу с Сергеем Дувановым, обозревателем и публицистом. Он выходит на связь со студией Дождя из Алматы. Сергей, здравствуйте. Слышите меня? Да, я слышу вас. Скажите, пожалуйста, как в Казахстане восприняли вот это известие о самоубийстве Рахата Лева? Полагаю, известная личность, да? Да, ну, вы знаете, очень противоречивая эта личность у нас в Казахстане. Нужно сказать, что этот человек сумел поссориться, поругаться со всеми. Вначале, когда он был во власти, был столпом этой власти, был руководителем политического сыска, доставалась оппозиция, и многие натерпелись от него. После того, как он поссорился с этой властью и перешел в оппозицию к ней, он стал работать против власти. И, естественно, нажил врагов и в ней. И в итоге, так сказать, очень трудно найти человека в нашей стране, который бы положительно отзывался об этом человеке. Как в оппозиции, так и во власти. Почему он вообще оказался в итоге в оппозиции Назарбаеву? Что пошло не так? Как он поссорился с властью, если отмотать еще немного назад? Вы знаете, вот я бы, например, не назвал его оппозиционером, в любом смысле этого слова. Все-таки это человек, который до конца оставался тем, кто отстаивает свои шкурные интересы, который просто поссорился с властью и вынужден был прикрываться демократическими лозунгами, чтобы спасти себя от тех преследований, которые ему грозили. А начиналось все с того момента, как в Казахстане уставшие от его произвола бомбиры, предприниматели, политики объявили ему войну и накопали серьезный компромат, компромат в отношении его, из которого яствовало, что он готовил государственный переворот. И эти материалы легли на стол президента. После чего, собственно, и произошел вот тот конфликт, когда своего президента подверг к астракизму и назначил ничего не значимым руководителем одного из подразделений, собственной охраны. Потом, правда, он сменил гнев на милость и отослал его в Европу в качестве посла в Австрии и представителя ОБСЕ. Это было до тех пор, пока не открыто то уголовное дело, о котором говорил Петр Золнаев в отношении топ-менеджеров Нурбанка. Вот, собственно говоря, вот этот конфликт разросся и до сегодняшнего момента, до сегодняшнего инцидента, который мы обсуждаем, все шло в таком перетягивании каната, когда один сливал компромат на других, а другие ему накручивали очередные сроки, уже срок, который в общем у него есть, это 40 лет по возвращению, допустим, в Казахстан, он, будучи живым, получил эти 40 лет. Вот такая была война, и вот эта война, как мне кажется, закончилась вот тем, чем закончилась. Вы считаете, версия самоубийства это единственный вариант? Как в Казахстане это воспринимают? Ходят ли какие-то слухи или все, в общем, не сомневаются в том, что так и есть? Я так не считаю, мнения разделились. Одни считают, что это возможно самоубийство, другие придерживаются версии, что это ему помогли уйти из жизни. Я лично придерживаюсь второй точки зрения, я тоже считаю, что в том противостоянии, которое длилось несколько лет, когда был тот, кто убегал, и были те, которые догоняли, не надо скрывать, что власти все это время пытались его заполучить назад. Это было и по линии определения исков через Интерпол, попытка заполучить его через экстрадицию, это также были попытки его, так сказать, ну, вплоть до физического устранения, как мне кажется, это недоказуемо, конечно, но с его слов это выглядело именно так. И вот тот сам факт, что он, находясь на Мальте, почему-то добровольно приезжает и сдается с рейским властям и садится в тюрьму, на мой взгляд, это подтверждает то, что он получил конкретный месяц, что его заказали, и он спрятался в тюрьме, по сути дела, он туда пришел добровольно в надежде, что это единственное место, где он может отсидеться и не быть, так сказать, убитым. Но я думаю, что он просчитался. Сергей, спасибо большое. Сергей Дуванов, обозреватель и публицист, был на связи со студией Дождя из Алматы.